Жертвы сезона. Едва уральские водоемы начали затягивать лед, к ним подтянулись рыбаки. Четверо уже оступились и погибли. Спасатели призывают светловчан не попадаться обманчивому льду на крючок и не рисковать жизнью ради улова. Роман Сумин сегодня уступил на скользкую дорожку. Вот безопасная толщина льда для одного человека. Знаете, сколько сантиметров должно быть? Пять достаточно. Это очень мало. Не меньше семи сантиметров. Рыбаки в срочном порядке покидают реку Патрушиху. Действует не столько инструктаж сотрудников МЧС, сколько рассказы товарищей. Только что у одного из рыбаков лед ушел из-под ног. Мужчина провалился на глубину полтора метра. На рыбалку ходил. Прошел метр два. Провалился. Все. Все. Рыбалка есть, рыбалка. Ну, нет, конечно, такой лед, конечно, не полезу. Чудо, что аккурат в это время на рейд вышли спасатели. Они достали мужчину на берег из ледяной воды и отогрели. А вот двоих рыбаков в Свердловской области спасти не удалось. Один погиб на реке Сергея, другой рыбак ушел под лед в Кушвинском пруду. А в Челябинской области утонули двое третиклассников. Они решили покататься на коньках. Лед сейчас обманчив, а вода под ним очень холодная. И долго продержаться в ней может далеко не каждый. Ну, все зависит от, так скажем, способности организма. Каждого человека, у кого-то организм побольше может находиться в холодной воде, у кого-то поменьше. Вот. Но, в принципе, достаточно 5-10 минут, чтобы человек уже... Рыбаки все это знают, но все равно, как заколдованные, ступают на тонкий лед ради свежего улова. Не думая при этом, что такой ледовый поход может стать для них последним. Сейчас лед на водоемах наиболее опасный. И виной тому обильные осадки. За прошедшую неделю выпало много снега. Он плотно покрыл ледяную корку, и теперь лед кажется прочным. Но на деле он еще очень тонкий. И в любой момент может треснуть под ногами. Виктор Михайлович рыбачить начал еще с 10 лет. Говорит, мол, многое уже повидал, и его мало чем можно испугать. Тем более тонким льдом. Новичкам советует никогда не торопиться и не идти по следам других рыбаков. Где прошел один, не факт, что пройдет и второй. Сам же мужчина открыл сезон еще задолго до первого снега. Наверное, в сентябре. Такая, ну, я, видишь, с лодки рыбачил. Сегодня вот первый день вышел, как говорится, на лед уже самостоятельно. Так рыба, как говорится, плохо сегодня берет. Смена погоды. И рыба стала плохо брать. Но сотрудники МЧС такого бесстрашия бывалых рыбаков не разделяют. И настоятельно советуют воздержаться от выхода на тонкий лед до конца ноября. Тогда на поверхность водоемов уже можно будет ступить наверняка. Роман Сумин. Главные новости Екатеринбурга.